Меня зовут Пайрузова Анталия Рахмановна. Я работаю преподавателем русского языка в средней общеобразовательной школе номер 60 района Сино города Душанбе на протяжении 38 лет. 38 лет в этом году исполнилось, как я пришла работать в эту школу. Это моя родная школа, это мой дом. Да, чаще всего, особенно в наше время, мы сами себе создаем проблемы. В каком плане это нам не нравится, это нам не то, это не так. Сейчас, знаете, появилась такая тенденция, чем выше у тебя дом, чем богаче у тебя машина. Нет, ведь дело не в этом. Дело в том, что все это уйдет. Мы все, когда мы уходим из жизни, мы с собой ничего это не берем, ни эти дворцы, ни эти машины. Ведь дело в том, что хорошо, пусть будут дворцы, пусть будут машины, но это ведь как это нажито. Если человек это трудом, да, своим нажим, то, пожалуйста, он не будет зазнаваться, он не будет наглеть, да, он будет уважать других, несмотря ни на что. А если это, как это говорят у нас в Таджикистане, бедар дзимеон, конечно, это быдло, выражаясь по-русски. Они никого не уважают, они бескультурные, они такие, конечно, но здесь философский вопрос, конечно, но нужно всегда задумываться над всем. В своей жизни прежде всего не болеть, вот вы знаете, чтобы у меня было здоровье, но изменить в своей жизни я хочу, чтобы у меня были силы на то, вот сейчас я не могу, вот по состоянию здоровья говорю, еще раз подчеркиваю, но изменила бы, я бы опять проводила с учениками в школе грандиозные мероприятия, чтобы, вы знаете, насколько интересно, мы говорим, дети, дети очень хорошие, детям надо дать задание и потом правильно ими руководить, они тебя, они тебя засыпят и материалами, тем, чем хочешь, и просто потом можно такое совершать, что, я не знаю, школа будет дорожать от того, как замечательно выступают эти дети. Я хочу, чтобы в моей жизни было так, чтобы наши молодые учителя были творческими людьми, чтобы они любили свою работу, чтобы они заходили в школу, вот видели вот этих детей, да, чтобы они были настолько теплыми, настолько родными, чтобы не хотелось бежать домой после уроков, чтобы остаться и что-то с ними еще поделать. Очень этого хочется Ну, наверное, наверное, каждый человек сам делает свою судьбу, каждый человек выбирает свой путь. Он идет либо направо, либо налево, и выбирая путь, если ты идешь направо, у тебя будут проблемы, но эти проблемы, они будут такие, они будут связаны с тем, что ты идешь к радости, к правоте, к честности. Да, их надо преодолевать, да, но эти проблемы, пусть они будут сложными, но всегда можно как-то найти себе единомышленника, да. А когда ты идешь по скользкому пути, делаешь подлости, ну раз кто-то согласился с тобой сделать подлость, ну два, потом этот же человек сделает подлость тебе. Поэтому проблемы, пока человек жив, он от проблем освободиться не может. Проблемы не бывают только у мертвых. Но создавая проблемы, надо всегда задумываться об их последствиях. Так что, да, каждый из нас сам создает себе проблемы. Самая большая ошибка в моей жизни – это моя доверчивость. Я росла в семье одна, и в те времена, когда мы росли, обманывать было некрасиво. Понимаешь? Вот сейчас есть такое выражение некрасивое – «кидать». И каждый второй кого-то кидает. И считают, что вот если он тянул, то он такой крутой. А в наше время, если кто-то кого-то обманул, это было позором. Понимаешь? И вот сейчас перестраиваешься, но главная моя ошибка – это в том, что я всем доверяю. Я никогда не проверяю. Вот иногда вот как-то, а, вот он сказал так, так. Я начинаю сразу переживать. Как-то у меня, я не знаю, у меня сразу все рушится. Короче, я делаю, я могу делать какие-то глупости, то, что мне не нужно. Да вот я считаю, что всегда нужно задуматься. Вот я сейчас уже с возрастом понимаю, что вот тебе, допустим, сказали, «Знаешь что? Вот она сказала, что ты вот то, и то, и то, и то». Да? Вот я не ходила, никогда не говорила, почему ты так сказала, допустим, да? Но как-то сразу обидно становилось, сразу какая-то депрессия начинала давить, да? Думаю, ну почему вот так, и вот это… А сейчас, сейчас, у меня есть ученики, мои дети, мой класс, он Фуркат Хамракулов, он сейчас в Новосибирске, он говорит, Натар Ахмана, они на меня очень идут, говорят. Я говорю, вот ты знаешь, Фуркат-Дюн, вот так получилось, вот я поверила, вот меня подвели. Он мне говорит, Натар Ахмана, поднимите руку правую. Вот он, вот так, отпустите, и скажет, да пошли вы к черту. И вот сейчас, я так и делаю, иногда вот так бывает, вот кто-то там начинает что-то, поднимаю правую руку, и сразу вспоминаю свои… Мои ученики меня очень многому научили в этой жизни, я очень часто пользуюсь их советами, и вот я тоже так поднимаю руку, а, это не то. Просто нужно всегда различать нужное от ненужного. Вот мы в свое время, вот как-то, ну у нас не было ненужного, мы старались делать. А вот потом, когда все это перевернулось, все стало запутываться, нет, надо анализировать все это, анализировать. Вот моя ошибка, это вот моя горячность, я вот, я же говорю, нужно как-то, это моя ошибка. Нужно уметь вовремя остановиться. Ну сейчас-то я уже, конечно, остановилась, у меня уже сейчас не позволяет ни возраст, ни здоровье, ни вес. Так что я хочу всем, всем пожелать, во-первых, здоровья. Во-вторых, я хочу, чтобы все люди, особенно наша молодежь, просто зауважала друг друга. Просто, чтобы они поняли, что они очень хорошие, что вот лично мое будущее и будущее всех нас зависит именно от молодежи. Если они будут умными, если они будут деловыми, грамотными, компетентными, значит, наша жизнь в Таджикистане войдет в правильное русло, и мы будем процветать. Я хочу, чтобы наша молодежь была именно такой вот компетентной, грамотной, я не знаю, очень образованной и обязательно сдержанной. В каких-то поступках задуматься нужно, остановиться. Нужно ли это сделать, чтобы не было потом каких-то неприятных моментов этой жизни. А это неправильно. Это не очень, да, это расизм. Это неправильно. Нельзя судить людей по цвету кожи. Везде, в любой расе, в любой национальности, в любой народности есть хорошие и плохие. Поэтому людей судят не по цвету кожи, не по их речи, а по их поступкам, по их делам. Я считаю, что нельзя так. Это обидно. Ведь мы же не сами стали такими разноцветными. Да, мы не выбираем. Мы должны вот именно дружить со всеми и выбирать именно по поступкам. И поддерживать, и любить, и уважать любую расу человека с любым цветом кожи. Самое плохое воспоминание, это когда у нас были события, вот эти вот, февральские 90-е годы. Это было ужасно. Почему плохие? Потому что все мои одноклассники, мы же в русском классе учились, они все собрались, уехал кто в Германию, кто в Америку, кто в Канаду. Нас разбили. У нас был очень дружный класс. И тут нас разбили. Это самое страшное воспоминание. Самое плохое воспоминание. И еще тяжелое воспоминание, это смерть моих сыновей. Но это не то, что плохое, это трагическое, понимаешь? А вот плохое, это вот это февральские события. Это страшно. И сейчас, когда я смотрю телевизор, и вот события, которые происходят в Афганистане, и когда президент сказал, мне очень понравилось вот это, не переживай, мы не оставим афганский народ. Вот понимаешь, это такое благородство, да? Я вот, честно говоря, я просто плакала. Это человек, который пел о родине немножечко, да? И он, ой, ватан, да? И у него глаза, да, полные слез. И вот мы живем вот в этом прекрасном мире сказочном. И вспоминать сейчас, конечно, это очень сложно. Но мне очень понравилось. Вот ему Мали Рахмон, он настоящий друг. Понимаешь? Человек, который в тяжелую минуту говорит, мы вас не бросим. А сейчас каждый, их бросил весь мир афганцев. Их бросили на растерзание. И вот каждый человек, который сейчас говорит, мы вас не бросим, мы вам поможем, он очень важен для любого афганца. Так что не дай бог никому. И хочется, конечно, чтобы всегда был мир. Афганцев 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 Продолжение следует...